Егор, если что-то ты потом смонтируешь, да? И днем потом! Вот начало видео. Всем привет! Мы находимся в лучшем скейт-шопе Москвы и в целом всей страны. Возможно даже СНГ. По мнению многих людей сквот на Лубянке. Сегодня я со своим парнем Марком. Скажи привет! Привет! В общем, ладно, как я еще расскажу историю. Я купил доску Бейкер, хотел повесить ее на стену. И потом наша братская кровь, кофеечек, женячик, сказал, что у меня есть такая доска, я могу тебе ее отдать на стену. Говорит, собери лучше пушечный скейт-марку. А это? Че? Это скейты. Я подумал, ну ладно, можно собрать скейт-марку и в целом записать некое видео, как вообще деткам собирать скейт. Возможно, кому-то это будет интересно. В общем, смотрите, для детев возрастом 5-6 лет в среднем подходят доски размера 7 дюймов шириной, 7,5 дюймов шириной и 7,75 шириной. Если что, у нас в магазине есть вот такие вот замечательные доски Blind. Возможно, графика, конечно, не сильно привлекательная, но цена крутая и размер тоже классный. Еще есть доска вот такая вот Girl, про модель Тони Фергюсона. Если я не ошибаюсь, это какой-то UFC-боец. Она размером 7,5. Супер крутая. Перевыпуск графики. 96-го года. Так что ее как раз таки можно вешать на стену. Но мы, поскольку крутые супер парни, решили взять доску Baker, 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 Baker. Вот. А дальше что у нас идут? Подвески. Лучше, конечно, такие, чтобы... Папа, я тебя люблю. Спасибо, кот, я тоже тебя люблю. В общем, подвески нужно выбирать такие, чтобы ребятенок мог их продавить и мог поворачивать на скейте. Ребятенок! Ребятенок, это ты. Собственно... Я не понял, почему это я? А кто? Миша, что ли? У тебя нос в мороженое. Нет, это ты. Я ребятенок? Ладно, хорошо, ты тогда взрослый рассказывай. Ну что, какие подвески, Марк? У нас есть большой выбор подвесок. Есть достаточно дешевые, бюджетные, но тем не менее хорошие тензоры. Стоят вообще по тысячу рублей за штуку. Очень даже выгодное предложение. Нет, пожалуйста, это все бесплатно, это все бесплатно. Ты, дядя Костя, будешь объяснять, не трогай, фишай. Есть краксы, индепендент, которые подойдут под размеры этих досок. Но выбор пал на подвески Ace, потому что там разная жесткость бушингов. И поворачивать на них будет гораздо легче и проще. Подвески Satin Lime. Есть вот такие андонайзные подвески. Подвески, которые подойдут, это классические подвески, просто они низкие. И на них будет проще кататься, щелкать как раз таки детишкам. Еще полый кинпин. Марк, давай, какие подвески выбираешь по цвету? Они в целом все подойдут. Вот эти? Да. Я так и думал, что ты эти выберешь. Ну да, из-за этих цветов. Приходим к колесам. Колеса лучше брать не очень большие. Диаметр 51-52 мм, либо 53 мм. Я хочу такие. Красные, да? Не, я хочу такие. Может лучше такие? Не, я хочу такие. Я пробовал. Так, ну и что, какие в итоге выбираем колеса? Выбор колес пал на рикту. Это 52 мм и жесткость 95А. Она, конечно, может быть немного жестковата просто там для катания во всяких городских условиях. Но для обучения каким-то трюкам, первым шагам вполне себе нормальная жесткость. Не супер жесткая. Но также есть и в других расцветках такие же рикты. И есть отличные рикты, которые жесткостью 86А. Они замечательно подойдут для городского агрессивного серфинга. Ну и все остальное, это уже маленькая мелочь. Подшипники PIK достаточно бюджетные. 1870 рублей. Разноцветные. Детям как раз нравится. Покажи! Все, давай я тебе подшиплю. Хорошо. И еще мы выбрали вот такие шок пэтсы от эйсов, чтобы гасить всякие удары и так далее. И шестигранные болтики из. Это мне скейт, это мне. Но болтики на самом деле можно выбрать любые другие, более дешевые. Спасибо, Молда. И, конечно же, выбор Марка пал на вот такую шкурямбу от Велком. В целом, прикольная штука с ленивцем. Да? Ты что, меня испачкал? Что, пойдем собирать? Делаем дело. Вау, вау. Вау, миленький. Привет! Так, давай тебе, давай. То есть, вот эту леницу немножко надо вырисать, да? Ну да, немножко подрежем. Так, дайте мне скайп. Иисус, открывай у вас этот блок. Вот так ты делаешь скейты? Да. Я думаю, они по-другому делаются. Как это будет? Остаешь на них и все. Остаешь и все? И они сами сделали? Сами по себе? Да. Не-не, Макс, так не бывает. Теперь настоятельский скейт. Он надо приулевать. Я заговорил, будет громко. Миша, что там такое? Что там за балаган? Начальник, а про ящик. Прибал. Да, самокаты я так не люблю. О, что? Это все, а они самокаты. Ау. Да, Ланка, хороший, здоровый, ребят. Отпишись на взгляд. Вы, вы, вы знали, как меня чуть не сбил. Электросамокаты. Нет, электросамокаты. Нет. Давай, куда, какой ставить будем? Куда, какой? Сейчас оставлю. Так. Так, зеленый. Слышишь? Я? Ну да, мне нравится. Так, ну, почти все. Самое главное, самое основное, что осталось, это наклейки наклеить. Да, что, куда, какие хочешь. Свинюшка. И, конечно же, динозавры. И котик. Котик посередине. Да? Да. Ну, давай. И питаюсь. А что у него твои диваны? Как будто кота снимают. А, нормально, классно. Можно было, конечно, бейкер даже не покупать. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вон не он попал. Давай. Очень много. Блин, паста с кейтпортом. Только пап, можно сейчас у меня в ручку? Можно, можно. Давай. Ну, блин, лучше слабо. Давай. Бейкер, бейкер, бейкер. Бейкер, бейкер, бейкер. Бейкер, бейкер, бейкер. Бейкер, бейкер, бейкер. Ай, вольву. Чего мы не остановились? Это. Так, ну, короче, вот такой скейтборд мы собрали для Марка. Вот такой скейтборд мы собрали для Марка. В нашем магазе вы можете собрать любой другой скейтборд для себя или для ваших детишек. Приходите в струк, на Лубянку и кайфуйте. Все, всем пока. Мам, ты хулиган.